В профиле рассматривания диссертации, таким образом, в городе есть разрешить открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Ивановой Нике Михайловны на тему исследования вероятности временных характеристик модели К и ЗН с приложением к анализу надежности привезного мультироторного летательного модуля. Диссертация представлена в соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1, 2, 3 теоретическая информатика, кибернетика. Научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор. Профессор кафедры прикладной информатики. Опа, кафедра. Какая она у нас? Теори вероятности и киберпезакт. Принимали его принимать. А, принимали на той, но сейчас-то он профессор. Принимали тогда по той. Да, по той, да. Видимо, все правильно. Ну, да, наверное, принимали по той. Поэтому профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДН РКФ Владимир Васильевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, тогда приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена кафедрой прикладной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДН. Официальные оппоненты. Доктор технических наук НЕТОС Виктор Александрович, доктор физмат-наук Зорин Андрей Владимирович, доктор физмат-наук Румянцев Александр Сергеевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовны Гимиловны. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Сискателем Анастасия Вячеславовна Николаевна, 1995 года рождения. В 2019 году окончилась отличие в регистраторе в Российском университете Другого народа по направлению покладной математики и методологии. В 2019 году в 2023 обучалась научная стратория МДМ по программе подготовки научных и патологических кадров по управлению информатика, вычислительная техника, профилактические основы информатики. Соприкавши научной специальности 1х3, теоретическая информатика, в которой подготовлены консультации. В настоящее время работает научный сотрудник института проблем управления имени трапезников в Российском университете. Все необходимые документы были представлены в Советском своевременном полном объеме и имеются в личном деле. Материал личного дела и документы, предварительно, как все экспертизы, в соответствии требования положения о присуждении ученых степеней в Российском университете. Большое спасибо. Будут ли вопросы с Виним соглашением документов? Если вопросов нет, то слово предоставляет соискателю для доклада. Пожалуйста, по регламенту мы даем 20 минут. Уважаемые председатели, члены физико-фрационного совета, уважаемые участники заседания и гости, представляю вашему вниманию доклад по материалам диссертации на тему исследования вероятностно-временных характеристик моделей ХАЭЗ с приложением к анализу надежности при узнавом мультикоперно-вылетательного модера. Работа выполнена под руководством доктора физико-математических наук профессора Рыжова Владимира Васильевича. Цель диссертационной работы является анализ математических моделей ХАЭЗ и применение для исследования надежности и чувствительности мультироторного беспилотного модуля привезной высотной технологационной платформы к виду функции распределения времени безотказной работы и ремонта ее компонентов. В рамках поставленной цели были сформулированы задачи 1.4, представленные на слайде, решение которых кратко будет содержаться в моем докладе. На следующем слайде представлены расцветные положения, выносимые на защиту. На них останавливаться не буду, они изложены в тексте диссертации и автореферат. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав и их заключения. Первая глава посвящена аналитическому исследованию моделей устанавливаемых систем КАЭЗа и их характеристик. Вторая глава посвящена численному исследованию математической модели матероперного беспилотного модуля на базе модели КАЭС-6 и анализу чувствительности и характеристик надежности к виду функций распределения времени ремонта компонентов системы. Третья глава посвящена построению имитационной модели с произвольными исходными распределениями для анализа надежности характеристик надежности модели КАЭЗа к виду функций распределения времени безотказной работы компонентов системы. В переходе к содержанию консервационного исследования, модель КСН представляет собой модель системы горячего резервирования, которая состоит из N компонентов и отказывает при отказе K ее компонентов. Для описания такой модели используется модифицированная символика Кендалла Башарина. Скобки означают, что рассматривает замкнутая система. Символы на первой и второй позициях определяют вид распределения времени безоказной работы и ремонта ее компонентов. На последнем месте цифра определяет количество ремонта к единице. Для описания функционирования системы, восстанавливаемой системой, мы рассматриваем следующий сценарий. Любой компонент системы отказывает и восстанавливается, после чего заново начинает функционирование. Отказ системы, то есть отказ любых К-компонентов, также приводит к восстановлению системы, и для этого рассматриваются два сценария. Частичность ремонта обозначает восстановление одного отказавшего компонента, после чего он начинает заново функционировать. При полном восстановлении восстанавливаются все компоненты, отказавшие разум. На слайде представлены основные обозначения, используемые в работе. А, Б и Ф, длительности безотказной работы по компонентному и частичному ремонту системы, а также полного ремонта. Предполагаем, что эти величины, случайно, взаимонезависимые тематуры, распределены для каждого типа времени, имеют соответствующую функцию распределения, плотность распределения. В рамках первой и второй глав предполагаем, что время безотказной работы компонентов имеет показательное распределение с интенсивностью альфа. Далее представлены характеристики для времени ремонта компонентов и системы формулы 1 и 2. Здесь представлено среднее время и преобразование лапласа, плотность распределения ремонта как компонентов, так и всей системы. Вводим случайный процесс ЖАТ, определяющий количество отказавших компонентов в системе. И на этом случайном процессе, в данной главе диссертации, получены аналитические выражения следующих характеристик. Это нестационарные и дистационарные вероятности состояния системы, функция надежности, коэффициент готовности и среднее время безотказной работы системы. Для исследования предложенной не марковской модели используется метод введения дополнительных перемен. Введем двумерный марковский процесс ЗАТ, его первая компонента определяет количество отказавших компонентов в системе, вторая компонента – прошедшее время ремонта отказавшего компонента. Таким образом, базовое пространство состояния системы дискретно непрерывно. На этом процессе вводим плотность и вероятность состояния системы. Мы предполагаем, что они существуют и позволяют вычислить нестационарные вероятности состояния системы, а ниже вероятность приходного режима согласно формуле 8. Далее мы переходим непосредственно к типу восстановления и будем рассматривать характеристики надежности. Сначала представлены нестационарные вероятности состояния, исследование этих характеристик для сценария частичного ремонта системы. Граф интенсивности переходов в этом случае представлен на слайде. Также ниже представлены дополнительные обозначения. По графу переходов получаем систему интегридифференциальных уравнений Калмогорова в частных производных для вычисления нестационарных вероятностей состояния модели. Результаты представлены для сценария частичного ремонта. Такую систему решаем с помощью метода характеристик. Суть этого метода такова. Необходимо превратить путем замены 12 исходное диперенциальное уравнение в частность производных, вглубновенное диперенциальное уравнение вдоль кривой, которое определяется уравнением 13 и называется характеристика исходного диперенциального уравнения в частных производных. Таким образом, в рамках нашей задачи необходимо решить уравнение 14 и путем подстановки и замены 13 решить эти уравнения и использовать начальные и граничные условия для распространения решения этих уравнений из характеристик на всю область определения исходных диперенциальных уравнений в частных производных. Таким образом, на основе этой идеи в работе приходит алгоритм решения диперенциальных уравнений в частных производных, который позволяет вычислить нестационарные вероятности состояния системы в терминах преобразования ЛАПЛАС. Аналогично рассматривается сценарий полного ремонта системы. Драку интенсивности переходов представлен на слайде для такого случая. Ниже также введено дополнительное обозначение. Также выводится система дифференциальных уравнений Кулмагорова в частных производных, для решения которых также предложен алгоритм в тексте диссертации, который позволяет вычислить нестационарные вероятности состояния. В следующем разделе рассматривается функция надежности и среднее время безотвазной работы системы. Для этого мы рассматриваем исходный процесс до момента его полного отказа, то есть до момента попадания в состояние Кулмагорова. Таким образом, состояние Кулмагорова у нас воплощающее. Граф переходов представлен здесь на слайде. Аналогично по графу переходов составляется система дифференциальных уравнений. В сервисе диссертации предложен алгоритм решения такой системы, которая позволяет вычислить функцию надежности модели КАЭЗН в терминах преобразования ЛАПЛАС. Из этого выражения уже достаточно легко получить среднее время безотвазной работы системы. Далее рассматриваются стационарные характеристики стационарной вероятности состояния системы. Предположим, что вероятности состояния процесса Z так же не зависят от времени, и для этого процесса существуют предельные вероятности, которые совпадают со стационарными. Таким образом, с помощью предельного перехода мы получаем уравнение баланса 21-22. Здесь результаты представлены для частичного ремонта системы. Решаем эту систему уравнений с помощью метода вариаций постоянных. Решение представлено на слайде в теореме, где видно, что стационарные вероятности состояний представлены в терминах преобразования ЛАПЛАСа в плотность и распределение времени ремонта компонентов. Так же были получены результаты и для сценария полного ремонта системы. Далее мы переходим ко второй главе диссертации, где представлено численное исследование математического модели математического металла. Музырь является частью привезной высотницы информационной платформы, архитектура которой представлена на слайде на рисунке слева. Такие платформы имеют широкие приложения как гражданские, так и военные властях для выполнения самых различных задач, например, для обеспечения компонентационного покрытия на некоторой области в течение длительного времени. Возможность питания модуля непосредственно с земли на борт по кабель-тросу делает возможным время полета модуля достаточно долгое. Поэтому для обеспечения надежности всей системы необходимо, чтобы сам модуль обладал высокими показателями надежности. Для этого необходимо, чтобы его характеристики были высоконадежны, а также очень важна его архитектура. В рамках диссертации рассматривается гексокоптер. Как пример летательного модуля справа, схематично представлен он на рисунке. Для этого мы рассматриваем модели КАИС-6, тогда компоненты такой модели представляют собой двигатели коптера. Причины отказа двигателя могут быть разные. В настоящей диссертации рассматриваются случаи профилактики перегрева двигателя в рамках модели КАИС-6 с частичным ремонтом системы и отказ двигателя из-за его перегрева для модели КАИС-6 с полным ремонтом системы. Переходим к численным результатам. На слайде представлены несационарные вероятности состояния модели 2 из 6 терминах преобразования ЛАПЛАСа для сценария частичного ремонта системы. Результаты получены с помощью алгоритма, который был разработан в главе 1. Для численного примера используется распределение эрланга времени ремонта компонентов. На слайде в следующем представлены кривые несационарных вероятности состояния модели 2 из 6 с частичным восстановлением с заданными параметрами. Результаты демонстрируют низкую чувствительность несационарных вероятности состояния модели 2 из 6 по значению коэффициента вариации времени ремонта при заданных средних значениях и заданном распределении времени ремонта компонентов. Также были получены результаты и для системы с полным восстановлением, но они не представлены в докладе, есть в тексте диссертации. В следующем разделе исследуется функция надежности модели. Для этого с помощью алгоритма выписывается функция надежности в терминах преобразования лох-класса формула 29 и среднее время безотказной работы системы в явном виде формула 30. Получить явный вид функции надежности для произвольного распределения времени ремонта компонентов достаточно сложно. Были получены результаты для случая экспоненциального распределения времени ремонта компонентов, результаты, которые вставлены на слайде. И для этого случая также было показано, что функция надежности в масштабе ее среднего времени безотказной работы сходится к показателям. Также была вычислена скорость сходимости. Для численного примера также рассматривается распределение лох-класса времени ремонта компонентов системы. Результаты на слайде продемонстрированы для функции надежности в масштабе ее среднего времени безотказной работы и демонстрируют нечувствительность функции надежности все значения коэффициентной вариации времени ремонта компонентов системы при заданных средних и заданной функции распределения времени ремонта компонентов. Далее рассматриваются стационарные характеристики надежности, то есть стационарной вероятности состоятельности. На слайде представлены результаты для модели 3 из 6 с полным ремонтом системы. Как видно, выражение напрямую зависит от вида функции распределения времени ремонта компонентов системы. Однако в условиях редких отказов можно показать, что вид функции распределения времени ремонта компонентов системы не влияет на функциональные вероятности состояния, и они зависят от вида функций распределения с точностью до второго момента. Результаты представлены на слайде формулы 34. Для численного примера рассматривается коэффициент готовности, то есть вероятность безотважной работы системы в зависимости от относительной скорости восстановления компонентов. Для времени распределения ремонта компонентов взятые распределение гаммы и гнеденковой иглу, и результаты демонстрируют нечувствительность коэффициентной готовности системы к виду функции распределения и значению коэффициента вариации времени ремонта при фиксированном среднем и при росте мячей системы бесконечности. Далее мы переходим к третьей главе диссертации, где представлено исследование модели КАЗМ с произвольными распределениями времени безотважной работы и ремонта компонентов с помощью построения инновационной модели. В рамках глав 1.2 предполагалось, что время безотважной работы компонентов имеет показательное распределение, но в действительности это утверждение не всегда верно, поскольку это распределение имеет такое свойство, как отсутствие памяти. Поэтому для исследования модели с произвольными исходными распределениями мы используем имитационное моделирование с помощью метода дискретно-собойтинного моделирования. Верификация модели проводилась на результатах расчета, которые были представлены в главе 2 и показали полную сопоставимость. На слайде представлены результаты функции надежности модели 2.6 с непоказательными исходными распределениями. Для времени безотважной работы компонентов здесь рассматривается распределение глины ЛКВ и БЛО. Для распределения времени ремонта взяты гамма в глины ЛКВ и БЛО в нормальные и Паретов. В тексте диссертации также представлен аналогичный пример, но где распределение времени безотважной работы компонентов имеет распределение гамма. И эти результаты графически очень близки друг к другу. И мы можем говорить о том, что функция надежности нечувствительна к виду функции распределения времени безотважной работы компонентов. Также мы видим, что функция надежности нечувствительна к виду функции распределения и значению коэффициента вариации времени ремонта компонентов, если этот коэффициент вариации меньше единицы. Далее представлены результаты для стационарной вероятности состояния системы. На слайде представлены результаты для коэффициента готовности, также в зависимости от изменения относительно скорости восстановления компонентов. Здесь также используются непоказательные распределения, как времени безотказной работы, так и ремонта компонентов системы. Результаты демонстрируют нечувствительность коэффициента готовности модели 3 из 6 к виду функции распределения и значению коэффициента вариации времени безотказной работы компонентов, а также нечувствительность к виду функции распределения и времени ремонта компонентов при росте мячем сирплой бесконечности. При этом, как мы видим, коэффициент готовности чувствителен к значению коэффициента вариации времени ремонта компонентов, если он больше единицы. Далее на слайде представлены основные результаты моей работы. Были исследованы модели восстанавливаемых систем Хайзен со произвольным распределением времени и ремонта компонентов системы. Были получены аналитические выражения основных вероятностных характеристик такой модели с помощью метода ведения дополнительных переменок. Исследован двумерный марковский процесс, построена система дифференциальных уравнений участных производных, которые были решены методом характеристик. Вычислено стационарное распределение вероятности состояний. Была исследована чувствительность этих характеристик к виду исходной информации, для чего также применялась индикационная модель. На следующем слайде представлена научная медицина, где показано отличие представленных здесь результатов от тех, что были получены ранее. И на завершающем слайде список основных публикаций. Всего было подготовлено рамком диссертационного исследования 13 публикаций. Здесь представлены только некоторые из них. На этом мой доклад завершен. Я благодарю вас за внимание. Хорошо. Оживайтесь, пожалуйста. Какие будут вопросы к соискателю? Пожалуйста, будьте верюзны. Ведомат Юлия Васильевна, Системическая Дружба Народова. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Один по техничной системе. Правильно ли я понимаю, что надежность системы существенно зависит от того, где располагаются ненадежные компоненты, те компоненты, которые выходят из строя? Например, для системы 3 из 6, если все три двигателя расположены с одной стороны и выйдут из строя, то такая система не сможет работать. Однако, если они будут расположены через отсылки, то этот модуль может еще продолжать функционировать. И второй вопрос связанный с математической моделью. Учитываете ли вы это и к чему вы случаете? Юлия Васильевна, спасибо за вопрос. В настоящей работе предполагается, что выход из строя системы происходит из-за отказа любых компонентов системы. Но в действительности вопросы, которые сказали Юлия Васильевна, очень важны, особенно для данной технической системы. Мы исследовали такие системы, но эти исследования остались за рамками диссертации. Поэтому там получается более сложный результат из-за того, что мы должны контролировать, какой компонент системы отказал. Далее мы должны учитывать, что компоненты расположены по кругу. И если их пронумеровать, то первые и последние будут тоже сутенны. То есть там получаются совершенно другие результаты, но эти модели были исследованы. Но они остались за рамками дамы и работы. Спасибо. Удовутворил ли вас? Да, у меня там надо. Большое спасибо. Есть ли еще желающие спросить что-то? Нет, вопросов больше нет. Хорошо. Хорошо. Тогда слово предоставляется научному руководителю соискателя, Рыкову Владимиру Васильевичу. Владимир Васильевич, хочу обратить внимание, ничего не надо говорить про диссертацию, только про соискателя. Про диссертацию Ника Михайловна все хорошо рассказала. А что касается соискателя, то я должен сказать, что за время изучения Роскарантурии она научилась читать, писать, говорить и считать. Не просто, а писать не просто, а писать математическую литературу, писать не просто, а писать математическую литературу. Говорить, вы видите, она прекрасно все изложила. Ну и считать, конечно, на компьютерную, преподавируясь, что очень соответствует ее квалификации, математическую литературу. Кроме того, во время обучения Роскарантурии она очень работала очень некакими, помогая мне в различных курсах. А я теперь просто прошел вас срочно, потому что я знаю, как я буду дальше работать с нее, когда она квалифицировала очень много двух курсов, которые я читал. Я думаю, что для меня особо было важно, это заполнять все материалы, многочисленных систем университетов, с чем я справляюсь сам с емочным курсом. Поэтому я считаю, что подготовка Роскарантурии прошла достаточно успешно, потому что здесь мы защитим результаты этих исследований. Я думаю, что, если я приняю такую поддержку, то она вполне будет успешно двигаться. Вот так мы очень работаем. Ну, и есть и в женские доношки мы сделаем недавно, и у Павла Датча. Но я бы верю, что мы будем работать с докторской диссертацией, чего я и желаю. Я бы хотел еще пару слов сказать по поводу замечаний групп, так как мы, видимо, большей сложности не будем работать с докторской диссертацией, связанной ценностью и точностью приведения производящих функций. Дело в том, что мои воспоминания студенческие, связанные с тем, что производящие функции можно считать не только комплексными, но и действительно. Там обращение, в общем, здесь есть формы обращения, как, ну, всем известны комплектные костницы, которые связаны с неокручивостью, вычисление лучиков приводящих функций, чтобы получить обратное преобразование. А в комплексные костницы там совершенно другая проблема и другая функция. Но это как-то меня подтолкнули к тому, чтобы считать действительные корни комплексные костницы, производящие функции. Ну их, конечно, недостаточно, за что я очень благодаря Александру Ильичу вам на это указал. Ну и, кстати, у меня с этим появилась постановка задачи, чтобы сравнить производящие функции, у Феллера я этого не нашел пока, чтобы сравнить производящие функции комплексные переменные и действительные переменные. Это, видимо, не просто надо отбросить мнимую часть. Там очень внимательно. Это правда сложная. Очень интересная. Я думаю, что я не буду сидеть. Это еще один вопрос. Тариф. Спасибо. Большое спасибо, Владимир Васильевич. Есть ли вопрос? Прошу лица. Снова для оглашения отзывов, полученных на автореферат, предоставляется ученому госпиталю совета Анастасии Вячеславовне Денисовой. Пожалуйста, Вячеславовне. В деле имеется заключение организации для работы государственного экономического образования и общеобразования Российской университетов и международных. Принято это заседание в графике рекламной информатики и теории миллионеренности факультетов физики, математических и естественных наук для города Дарвис. Содержание заключения положительное. Также в советку уступило три отзывы на автореферат. Все отзывы положительные. Если члены советы не возражают, я полностью не буду делать в арке-обзорах. Первый положительный отзыв на автореферат приступил от Гурицкой Екатерины Вадимовой, доктора физико-математических наук, профессор и профессор капиталю теории вероятности и механика математического факультета МГУ. Отзыв содержит кратную характеристику, десентацию и лично актуальность решаемых ее задач. В замечаниях указано, что в работе имеются отпечатки, национального исследовательского питомственного государственного университета. В отзыве отмечены высокая практическая значимость полученных результатов. В качестве недостатков указанных в тексте артиферата сжато и представленные результаты третьей главы. Было бы уместно для наглядности предоставить кратическую интерпретацию полученных результатов, а также выводы и рекомендации по их использованию в расчетах характеристик реальной системы равных при N6. Третья положительный отзыв поступил от Вишневского Владимира Мировича, автор технических наук, главного научного сотрудника управления трапезниковой ран. В отзыве дана положительная оценка артиферата и указаны следующие недостатки. Описание двухмерного марковского процесса из-за артиферата и пространства ее состояния следовало бы сопроводить поясняющим графом переходом, о котором упоминается в тексте. Упоминается термик «Квартира надежности», но его определение в авторитерации не введено. И указано, в какой среде проводились программированные проводились имитационные материалы. В тексте представлены документы по анализу «Чувствительность и конца надежности и коэффициент готовности» во время 2 из 6 и 3 из 6 спокулированных по результатам экспериментов на имитационном материале. При этом выводы относительно надежности вирсокоптера и его двигателей не представлены. Большое спасибо. Я прошу соискателя ответить на замечания. Пожалуйста. Благодарю уважаемых профессоров за отзывы на преферата и на озвученное замечание. Ответное замечание профессора Гуринской. В начале момента времени предполагается, что все компоненты системно оплодоспособны, поэтому случайный процесс ЖС равен ему. В рамках исследования функции надежности рассматривается поведение процесса до момента отказа системы, поэтому это состояние будет поглощающим, то есть из него процесс не перейдет в другое состояние. Таким образом, пространство состояния такого процесса аналогично изначально для последнего состояния, где состояние КХ будет заменяться на состояние КХ. На слайде презентации это было отмечено. Далее, совмещание профессора Моисеевой с Пландой Троны. Главный результат третьей главы есть выводы по проведенному анализу чувствительности, нестационарных и нестационарных характеристик надежности модели КАЙЗЭН. Эти выводы представлены в тексте диссертации авторепирата, но без графического сопровождения, которое в полной мере представлено в тексте диссертации. И замечание профессора Моисеева Владимировича по силе надежности называется мера, которая показывает, как долго в системах будет надежно сфиксированной вероятностью. Сильное определение это отсутствует в авторепирате. Эмонационное моделирование проводилось на языке программирования Python. И последнее замечание по поводу выводов по экспериментам. Сформулированные по результатам экспериментов выводы и анализы чувствительности инъекциях оптеров, аналогичные выводы, которые сделаны для модели КАЙЗ-6. И более того, они могут служить в качестве рекомендации инъекционеров и проектировщиков мультиротерного беспилотного модуля на этапе разработки модуля, в том числе в рамках проектирования, высоконадежной конфигурации модуля, подпора оптимального набора характеристик и так далее. Благодарю за указанное изначение. Также спасибо. Если вопросов нет, то переходим к заслушиванию. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору футболистику, метасу Виктора Александровича. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, члены Совета не будут возражать, я к ней не буду полностью облашать серьезно, просто написать кратко на ссылки. Во-первых, Мика Михайловна очень хорошо сама все рассказала, а поскольку после меня ищет двоим оппонентам выступать. Значит, с чего я хочу начать? Когда я впервые услышал тему этой диссертации, я поначалу был удивлен, потому что системы КАЭЗН исследуются уже очень давно, и на первый момент я как-то знал, но чего нового тут еще можно понаделать. Но потом, когда я с диссертацией ознакомился, я понял, что ошибался. Почему? Во-первых, в большинстве реальных исследований по этой тематике предполагается, что распределение всех случайных величин, то есть наоборот, до отказа компонентов и времени их восстановления, является экспоненциальным. На практике это далеко не всегда так. Даже, я бы сказал, наоборот, если говорить о времени ремонта, то чаще всего не так. И более того, во многих ситуациях на практике вообще это распределение неизвестно, есть только некая ограниченная выборка, по которой в лучшем случае можно оценить первые два момента статистически. Во-вторых, технический Paribas приводит к появлению новых приложений, где эти модели будут работать, но они, естественно, вносят какую-то свою специфику. И вот таким приложением являются как раз мультипроторные беспилотники, которые рассматриваются в работе и их упоминания вынесены даже в заклаве диссертационной работы. Таким образом, тема является актуальной, в ней получен, в работе получен целый ряд новых результатов, интересных как с теоретической точки зрения, так и для практики. То есть это вот исследование в случае распределения не показательных, исследование чувствительности, характеристик надежности к виду этого распределения, оценки только через первые два момента каких-то случайных величин, ну и достаточно детальное исследование вот этих самых мультипротор. При этом надо отметить, что соискатель показала умение применять как аналитические методы исследования, то есть теорию замечательных процессов и исследования дифференциальных пор и равнений в частных производных, так и применение компьютерных технологий, то есть имитационного моделирования и результаты того и другого, так сказать, взаимно дополняют и подкрепляют друг друга. Ну, конечно, работаем не свободно от недостатков, это естественно, и я обязан на недостатках остановиться. Такие меня замечали. Во-первых, в начале первой главы при формулировке постановки задачи следовало бы какие-то вещи описать чуть более подробно. Ну, в частности, вот мне, например, было непонятно, что происходит при отказе системы, при полном ее ремонте с неотказавшими компонентами. Продолжают ли они функционировать в прежнем режиме или же выключаются и вновь вступают в работу только после того, как весь ремонт будет закончен. Дальше замечание есть, касающееся моделирования. Мне достаточно внимания уделено выбору длитности этого моделирования. Понятно, что точность результатов от него зависит. Тем более, это важно, что в том числе оцениваются и стационарные характеристики, и надо быть уверенным, что за время моделирования система войдет в стационарный режим. Третье замечание тоже касается результатов моделирования. В диссертации проведены только точечные оценки по результатам моделирования. Хотелось бы, чтобы там были и доверительные информации. Четвертое замечание касается использованной в работе терминологии. В области надежности есть постоявшаяся терминология, есть соответствующие стандарты, и, к сожалению, для этого есть отступление от этих стандартов. В частности, для нагруженного резерва, такое официальное его название, используется образное, но неофициальное название горячей резервы. Все время используется сокращение ВБР для вероятности безосказной работы. Мне это сокращение очень мешало чтению работы, потому что за много лет я привык, что это сокращение используется для вероятности безосказной работы. А вот вероятность безосказной работы в диссертации названа функция надежности. Ну, это калька с английского, но она не соответствует стандартизованной русской терминологии. Далее, из двух синонимических названий распределения показательное и экспоненциальное, надо было выбрать какое-то одно и использовать его в отделах всей работы. А в диссертации эти два слова используются по пираметам. Ну, и последнее замечание, что в обведении ошибочно написано, что диссертация содержит четыре главы и два проложения, на самом деле на единичку меньше и три и другое. Три главы и одно проложение. Между тем второе проложение действительно стоило бы дать, проведя в нем документы, подтверждающие использование результатов работы. Ну, однако все указанные недостатки ни в коей мере не умаляют достоинств работы, не обесценивают ее результаты и не препятствуют ее положительной оценке. Переходя к заключению, могу сказать, что диссертационное исследование Мити Михайловны является законченной научно-производительной работой, в которой получен целый ряд новых и полезных для теории и практики результатов. Тема диссертации является актуальной, она соответствует научной специальности, по которой диссертация представлена в сочтете. Результаты диссертации достаточно полно опубликованы в солидных изданиях, но и список был проведен, докладывались на научных консеренциях, то есть работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым в диссертациях на соискальном ученой степени кандидата физико-математических наук, и стал видеть ее автор, Ника Михайловна, заслуживает присуждения ей искомой степени. Игорь Александрович, извините, пожалуйста, у нас требуется, чтобы дословно была зачитана последняя клауза, где упоминается приказ АВДН и так далее. Я понял. Хорошо. Значит, зачитываю. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2, а я сделала 2, положение о просуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет Дружбы народов имени Патрисона Мумбас, утвержденного ученым советом университета протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года, а ее автора Иванова Ника Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика Питер Ивановича. Большое спасибо. Есть вопросы, Питер Иванович? Если вопросов нет, то тогда попросим. Благодарю, Федор Иванович, за подоставленный отзыв, на сделанное замечание, внимательно прочел мою работу и нашел тонкости, которые я не пришла, я отвечу на его замечание. В главе 1 формулирована не техническая постановка выдачи, я хотела сохранить именно так, а в главе 2 уже описание самой технической системы, поэтому в главе 2 представлено сопоставление математической модели и технической систем, и также отмечу, что поведение системы в математической модели рассматривается до отказа ее как компонента. Поэтому с точки зрения математической модели поведение остальных, не отказавших данных из 100 компонентов, оно не учитывается. Что происходит с точки зрения технической системы? Сами двигатели, естественно, могут продолжать работать, но тот человек, который управляет коптером, он может и вывести его из строя, при этом дрон не упадет, поскольку у него есть резервная батарея, которая позволит ему удержаться на весу до момента включения нового двигателя. С точки зрения технической системы, там есть некоторые тонкости, и, к сожалению, мы не обладаем конкретными сценариями работы, и мы можем лишь предполагать, согласовав эти сценарии с инженером. Выбор общего времени моделирования определялся экспериментальным путем, сравнивая результаты марковской модели с результатами моделирования. Для нас было достаточно точности и близости результатов на третьем и четвертом знаке после затыков. Почтение доверительных интервалов для оценок показательной держимости, к сожалению, не приводилось, но я учту это на своей дальнейшей работе. И с замечаниями относительно опечаток и терминологии я согласна. Еще раз благодарю оппонентам. Большое спасибо. Как дословка выставляется второму оппоненту, доктор и физико-макинологическому. Зорезом Андреев Владимирович. Я тоже могу кратко рассказать. Первая важная вещь – это, конечно же, актуальность работы. Можно здесь вспомнить одно выступление Геннадия Казанова, я не буду цитировать, но по аналогии пока появляются новые технические системы, задача анализа надежности новых технических систем всегда будет зеленой, свежей и актуальной. Поэтому с этой актуальностью можно разобраться. Прикладная актуальность здесь есть. Научная актуальность. Система КСН действительно довольно давно существует, но последние десятилетия отмечается тем, что туда внесен динамический фактор. Поэтому и даже в самой диссертационной работе, маленькое статистическое исследование, весь список литературы приведены работы после 2020 года. Прошу прощения, после 2020 года. То есть последние 20 лет. То есть актуальность, передний экран и края исследования тоже налицо. Дальше мы сейчас с вами занимаемся прикладными различными мнениями математики к исследованию систем. И мы знаем, что в модели проходят несколько этапов развития. Первая экспоненциальная модель, потом усложняем предположение о законах проопределения, потом пытаемся проводить какие-то качественные исследования, искать синтатические результаты, изучать нечувствительность. Вот с этой точки зрения работа как раз принадлежит тоже уже второму и третьему этапу. Отказывает от экспоненциальности, проводит более тонкие исследования, качественные исследования свойств модели. Поэтому актуальность, на мой взгляд, здесь присутствует. Содержание работы и опробирование, все формальные признаки здесь соблюдены, и содержание было диссертантом адекватно изложено в его докладе. Из замечаний, за что цепился мой глаз, они, сразу скажу, не критические. Есть интересный повод для размышлений, я попрошу показать диаграмму граф смены состояний. Например, вот эту картину. Когда мы исследуем систему с дискретным пространством состояния, понятие графа там естественно, и оно практически однозначно отображается в те дифференциальные уравнения, которые мы выписали. В рассматриваемой работе процесс изучения имеет уже несчетное множество состояний. И в этом случае возникает вопрос, насколько наглядным и адекватным является этот граф. Что мы видим на этом графе? Здесь отсутствует у некоторых стрелоч интенсивности. То есть, глядя на этот граф, мы уже не сможем написать это раз. А во-вторых, некоторые стрелочки, например, вот этот переход, если происходит новая поломка за время дельта, то новым состоянием процесса будет вовсе не двоиться, а будет двоиться дельта. Но, поскольку мы рассматриваем бесконечно малые дельта, как вот этот дуализм отобразить на графе, я не знаю. Исертанк, видимо, тоже не знал. Поэтому вот граф есть такой. Дифференциальные уравнения составлены верно, но, видимо, не совсем глядя на граф. Поэтому вот, насколько необходимо именно этот граф порисовать, здесь дело может быть под вопросом. Следующее замечание. Процесс X от T. Остаточное время, прошедшее время ремонта не определен для ситуации, когда все детали исправны, хотя утверждается, что процесс при всех лет умерный, но это редакторское такое замечание. Разность на уравнение 1.19. Записано в предположении, что дельта больше нуля. Дальше стандартное устремление дает нам всего лишь правую производную. Хотелось бы какое-то пояснение, почему в работе все-таки записаны обыкновенные производные, а не производные справы, или почему они равны, вот это можно было пояснить. При анализе знаменателя в формуле 2.14 верно показано наличие двух действительных нулей, однако там могут оказаться еще комплектные нули, и это тоже надо было провести исследование. В главе 3 в описании имитационного моделирования не указано, как определялась сходимость распределения и вероятность к стационарному распределению, но имеется небольшое количество опечаток. На странице 15 при определении случайного момента T должно быть исключение, на тему исследования вероятностно-временных характеристик модели КСМ с предложением к анализу надежности при основном анализированного летательного модуля является законченной научно-квалифицированной работой, в которой содержится новое решение научной задачи по исследованию вероятностных характеристик, восстанавливаемых резервированных систем с непоказательным распределением времени работы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральным государственным автономным учреждением высшего образования Российский университет дружного народа имени Патриса Луумба утвержденного ученым советом РУДН протокол номер 12 от 23.09.2019 А ее автор Ивановника Михайловна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук со специальности 1.2.3 теоретической информатики и гуманитики. Спасибо. Есть ли вопросы к Андрею Владимировичу? Вопросов нет. Ответите на замечание официального оппонента. Я говорю Андрею Владимировичу за влияние, по которому он делал в моей работе, внимательно ее прочитав, чтобы выявить какие-то опечатки и проблемы. Перейду к замечанию. Здесь представлен графу входа. Ход представлен в упрощенном виде, чтобы показать, как истекает прошедшее время ремонта. И таким образом у нас из ограниченных состояний И0 происходит мгновенный переход в состояние ИХ. Поэтому у стрелок отсутствует какая-либо интенсивность. Что касаемо отображения приращений, которые упоминаются в дифференциальных поравнений, конечно, здесь они не представлены. И в таком случае не могу пока сказать, как именно должен быть, когда они граф представлены. Но я учусь в своей будущей работе. Относительно определения прошедшего времени ремонта в начальный момент времени, все компоненты работоспособны, поэтому это время равно нулю. И здесь как раз таки вот нулевое состояние, то есть все элементы работоспособны, второй нуль мы не приписываем, чтобы для упрощения записи. То есть нулю равно прошедшее время ремонта. При выводе уравнений предполагается, что это больше нуля, поскольку она имеет смысл времени. И символы в системе дифференциальных уравнений, видимо, неподробно выписаны, не так корректно. И надо было сопроводить какими-то пояснениями. По поводу знаменателя формулы 2.14 это интересное новое направление, в котором мы расширим свои работы и будем рассматривать уже, естественно, после рессертации. Об этом немножко сказал Игорь Васильевич в своей речи. Не буду останавливаться на этом. Сходимость распределения вероятности их стационарным определялась с перебиванием. Как я говорила ранее, с остальными замечаниями относительно опечаток согласна. И благодарю еще раз оппонента за внимание к моей работе. Спасибо. Благодарю. Я официальный оппонент ответа. Да, вполне. Большое спасибо. Слово по математическому Промянцеву Александру Сергеевичу. Будьте любезны. Уважаемые члены и представители ученого совета, уважаемые дистанционного совета, уважаемые участники защиты, я бы хотел, тоже я буду близко к тексту, но не буду зачитывать все целиком. Общий смысл какой? Актуальность работы, нет сомнения, но мне бы хотелось отметить определенную широту, да, остановки здесь. Кроме того, что глицокоптер это, значит, это некое оборудование техническое, это оборудование телекомендиционных систем, да. Вот. А все хорошо знают, что сейчас это очень, очень важная инфраструктура, которую, которую мы все испытали, как она нам важна, да, во время пандемии, когда нужно было проводить лекции удаленно, там и так далее, да. То есть, надежность таких систем, сейчас это очень важное, очень актуальное направление, и поэтому хочется отметить, что актуальность работы здесь не всякого сомнения. Ну и то, что конкретно такой технический объект был выбранный, для него проведены исследования, например, модели Кайзен, да, это очень здорово, очень хорошо. Мне бы хотелось отметить, на самом деле, ну, по тексту, по тексту диссертации, да, то есть, диссертация содержит, написано грамотно, аккуратно, доказательства, аккуратные, но мне бы хотелось отметить некоторые особенности. Ну, прежде всего, в первой главе, значит, исследованная модель Кайзен, ну, мало того, что она исследована и в переходном режиме, то есть, когда у нас характеристики вероятностно временные, да, идут и в стационарном режиме, когда есть некая вероятность и характеристики установившегося состояния. Мне бы хотелось заметить, что, вот, на самом деле, полученные результаты, они даже в какой-то степени шире этой модели, потому что модель можно переформулировать таким образом, что это будет система с повторными вызовами, причем система, значит, с одним услышащим устройством, с конечной емкостью в очереди, и с полосоновским потоком первичных и повторных попыток. Но здесь вот по обслуживанию будет тогда приниматься ремонт. Вот. И в этом смысле это некая, ну, это достаточно редкая исследуемая система, тем более, что они замкнутые получаются. Вот. И так как они рассматриваются редко, то в этом смысле ценность диссертационных результатов она важна и в том числе для этой смежной области, которая как бы напрямую диссертации не заявлена, но при этом является дружественной, да, можно так сказать. Вот. Относительно второй главы то же самое. Здесь мне хочется отметить, что, хотя диссертанты следуют это постановки надежности и поломки приборов или профилактики приборов, но мне кажется, что здесь важно отметить, что применить эти результаты, то есть вот ценность практическая, результат полученной диссертации, можно в том числе и систему с энергоэффективностью. Когда мы рассматриваем не поломку приборов, а когда мы рассматриваем его выключение для того, чтобы сберечь какую-то энергию. Тем более, что если здесь рассматривается в работе привезная платформа, которая работает по сети, там, видимо, вот, кабеля, а если кабеля нет, там, значит, батарея, возникает актуальный вопрос, а как эту батарею экономить? Ну, значит, теоретически, если мы сохраняем надежный прибор того же гексофобтора, выключаем некоторые двигатели для того, чтобы сберечь эту батарею на дольше срок, ну, тоже вполне себе постановка такая имеет право. И, кроме того, ну, опять же, я говорю, что вот так как модель Kaizen и сформулированная модель Kaizen получили результаты достаточно общие, то можно ее рассматривать примитиво к другим системам, где у нас есть вот такая высоконадежная постановка, например, кластеры высокой надежности, ну, как все говорят оборудуют. Вот. Ну, и, конечно, проведены численные эксперименты, проведен анализ чувствительности, достаточно широкая теоретическая ценность, да, подчеркивается тем, что достаточно широкое количество методов применено и, в том числе, получен явный вид решения там, где это возможно. Корректность объяснена тем, что у нас получены, значит, все результаты подтверждены строгими научматическими доказательствами. Вот. И мне хочется отметить также, что достаточно хорошо структурирован автореферат и в достаточной мере полно и точно отражены результаты публикации. Ну, вот у меня я приведу к замечаниям, тоже вкратце. Значит, имеется ряд опечатанной неточности, но они приведены, я все не буду зачитывать. Ну, например, там где-то листические вещи, там модель выглядит, как модель, например, да, или обозначение введено на 18-е странице, точнее, введено на 18-е, а используется уже на 17-е. Вот. Значит, где-то есть не такая, недостаточно единая терминология, где-то это время восстановления, где-то это время ремонта, ну, такого рода вещи. Опять же, это может быть где-то вкусовщик. Вот. Дальше. Третье замечание. В связи с указанной аналогией, рассмотрев два и один систем с моделями систем с повторными вызовами, можно было бы сравнивать результаты, полученные вследствие 1 и 4, с известными результатами для таких систем. Но я хочу подчеркнуть, что диссертант рассматривает действительно довольно сложную постановку, когда время ремонта, ну или время обслуживания, если говорить про системы с повторными вызовами, является производим. Так что тут могут быть действительно сложности. Не вполне ясно, почему в основе чистых примеров в главе 2 выбрано именно распределение Эрланга. Носит ли это характер значимости для приложения именно гипсодопторов, или это основано обоснованно в удобственном использовании. Ну и в главе 3 для имитационной модели используется ряд распределений таких как распределений паретов, у которых нет синдаркного вида, а вид в диссертации не приведен, то есть было бы хорошо, если бы он там был, потому что там парета может быть первого, второго типа. Но это все замечания, которые носят уточняющий характер, и они снижают общего положительных впечатлений от работы. Ну и вот я считаю, что диссертационное исследование Ивановой Никки Михайловны является законченной научно-консультационной работой. И зачитываю вот эту вот формулу. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени и кандидат в физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения по присуждению ученых степеней в федеральном автономном образовательном учреждении высшего образования и расследовательном народе, утвержденного ученым Советом УДМ протокол номер 12 от 23 сентября 2019 года. А ее автор Иванова Иванова Ника Михайловна выслуживает присуждение в ученой степени и кандидат в физико-математическую наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика Иванова Иванова Большое спасибо. Есть запись, пожалуйста. Прошу отлетить незамечания с вами на полу. Благодарю Александру Сергеевичу за поделенное время и внимание к моей работе. Отвечу на замечания оглашенные. Распределение как частный случай гамма-распределения широко используется в теории надежности, поэтому для численных примеров Кроме того их также удобно использовать в численных примерах связанных с вычислением обратного преобразования Ла Пласса, поскольку функция распределения имеет простой вид преобразования Ла Пласса. Относительно функции распределения Паретта в имитационной модели для генерации всех случайных величин использовались встроенные функции, которые Whoa. Поэтому в тексте диссертации были представлены именно они а не функция распределения с остальными замечаниями относительно опечаток и других важных замечаний относительно связи с моделью повторными дайвками я абсолютно согласен еще раз благодарю оппоненту хорошо спасибо тогда переходим к дискуссии кто по спасибо коллеги это работа сегодня не совсем не заваляя помимо кисельника работа лидов фундаментарный уточнение что это проект на работа выполнено по заказу работодателя междисциплинарно я рассказал что-то второе вот эти слова многородный дрон оттуда он взялся в названии вообще ника михауна работает в проблеме управления в лаборатории профессора Личневского хорошо известного и она вообще получает деньги там за эту работу явно прикладно то что этот дрон можно посмотреть институт академика ноика выполняет конкретные работы и разрабатывает конкретные системы связи специального назначения я очень благодарен и дмитрия александровичу ноика владяр дмитриевича Личневского что эти люди понимают насколько важны фундаментальные свойства при решении задач государственного назначения но так я не сомневаюсь то есть чтобы всем средствам не сомневались в том что и Катя это поддерживает и Катя это поддерживает и Катя это поддерживает я поддерживаю эту работу спасибо большое спасибо Катя Андреевич есть ли еще желающего что-то в дискуссии если желающих нет тогда в СССР предоставляется запущенное слово пожалуйста я благодарю всех кто пришел сегодня поддержать в этот парень для меня день благодарю оппонентов за уделенное время внимания к моей работе за выставленные замечания которые я учту в своей дальнейшей научной деятельности я благодарю научного водителя за время, терпение, задачи и надеюсь на дальнейшую работу и эта работа не состоялась бы без поддержки моей семьи и моего супруга Иванова Никита Владимировича Большое спасибо теперь для проведения сайта на голосование предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе Гайдамат Юлия Васильевна, Ланеев Евгений Борисович и Малых Михаил Дмитриевич если возражали нет, то ставлю на голосование, кто за, против, воздержался, принято единогласно тогда объявляем перерыв для проведения тайного голосования прошу остаться только членов диссертационного совета, остальных прошу подождать коррекцию омиграем попис tą леча в сухую музыку советского chocolата очереди scarimas что-то поможет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...